доброе утро прямо доброе доброе утро я еще даже не завтракаю и мой день всегда начинается девчонки сейчас я подождите открою потому что так сложно открывается я еле открыла натощак пью такие вот гуминовые кислоты вообще комплекс там они крутые во многих фирмах фирмах стоит по три с половиной тысячи рублей за полторы я смотрела это вот такая вы знаете гуталиновая просто по цвету 1 2 нужно 20 капель вот жидкость такая темного цвета я бы не сказала что она какая-то приятная на вкус но и не сказал что это прям самое ужасное что я пила в своей жизни потому что как-то смотрела отзыв видела отзыв одного из консультантов вот уже на него она говорит типа пить невозможно не на типа лучше что вообще ужас ужас ужасный стараюсь кстати в последнее время все мешает с фокусом мешать все какими не металлическими предметами вот не приятно но и прям не не фу-фу-фу короче пить можно но выпиваю залпом и желательно развожу в такой какую-то камеру выдал желательно разводить в короче холодной воде чтобы его можно было сразу выпить вот потом я сейчас на первых стала я рано заправил себе вообще беру просыпаться открывать окно благо у нас сейчас такие яркие солнечные дни и я прям себе говорю что здравствует радостный прекрасный счастливый наполненный там счастьем любовью и так далее день вот но если честно я уже очень-очень сильно устала от зимы от холода зима это не мое я уже 150 раз говорила блин я мечтаю уехать куда-нибудь в теплую страну или теплый теплый город какой-то потому что сейчас еще холод потом начнется слякать и будет этот грязище месиво когда я ездила в индию ездила в индию я три года подряд и как-то у меня когда ты уезжаешь сейчас подождите с капитона беру ну и так вот я когда уезжала смотрите мне какие растения тут выросли я все таки бы не стала их срывать мамка говорит сорви они тебя уже будут не будут больше расти да это конечно не тот укроп и не тот салат который растет летом на грядке но еще пусть пока посидит а вот здесь вот у меня кинза видите тоже такая дохленькая потому что свет недостаточно и холодно еще было вот и кстати вот здесь вот мне прям вот эти вот места можно все вот засаживаете вот таких таких контейнерах и вот здесь вот все вот так вот можно себе прям делать какой-то огород грядку себе такую здесь устраивать прям будет зелень опять же в разъездах мне тоже нет смысла сажать я в разъездах постоянно я могу в любой момент сорваться уехать и поэтому нет смысла сажать иначе мне все это пропадет либо с собой это увозить так вот и раньше у меня зима проходила так как я последние три года ездила давайте так на дорогу переведу чтобы хоть какая-то движуха была так как я ездила три года подряд в в индию и это приходилось как раз на февраль то и уезжала на 2 недели то есть не там не на 7 дней на 10 дней на две недели еще плюс в поездке ты туда там трое суток обратно трое суток но общей сложности там со всеми саратов москва вот это получается где-то около трех недель и вот за счет этого у меня зима проходила последние три зимы просто как-то незаметно то есть зима началась потом весь там марта ой весь февраль то практически нет тебя в саратове и как-то вот но быстрее гораздо приезжаешь и уже другая погода уже то есть уезжаешь как бы зима еще такая прям ядреная крепкая а приезжаешь уже весна уже там и не знаю солнце такое активное вот и как-то вот проходит быстро проходила быстро у меня зима али в этом году я не ездила и вот прям я чувствую я уже не могу нет я так устала вообще от зимы от вот этого холода какого-то бесконечного от вот этого кутанья вот я вчера ездила по делам и короче 150 одежек все без застежек и с собой там какие-то пакеты сумки и ты там стараешься это не забыть это не забыть нужно выйти там и не знаю шарфа который спадает палантин ты его пытаешься вокруг себя опять как-то одеть и вот это вот не знаю закон залазишь машину там шубы там не знаю пальто не пальто мешается тебе ты пытаешься ну короче вот блин я уже вчера там сохраняла спокойствие спокойно 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 ну короче зима это не моё моё это платье какие-то прям вот не представляете мы же огромное количество денег тратим купить тёськин плесёль то здесь мамка сидит во косичка глядит вообще какой-то у меня замечательный котик прям просто это у меня чудо чудесно это у меня вообще чудо ты у меня вот и хочу хотела сказать то представляете какие мы деньги тратим вообще у нас же три сезона по факту это зима такая глубокая то есть нам нужна зимняя теплая одежда у нас весна-лето это должна быть осенняя весенняя какая-нибудь этой куртки причем там не будешь таскать одни сапоги там хочется двое сапог двое сапог осенних но это по минимуму и хотя бы на смену двое сапог зимних кроссовки какие-то потому что есть тоже какой-то такой межсезонье когда ты переходишь от прям таких вот более-менее тепленьких до сланцев тебе же промежуточные тоже нужны то есть туфли какие-то я не знаю макосины кроссовочки у нас по факту четыре даже сезона получается и ты просто как тратишь огромное количество денег даже на одежду понимаете то есть вот как-то так те кто живут допустим в круглогодичном лето круглогодичное лето все футболка майка там шорты платьишко сарафанчик какое-то все тебе больше ничего не надо то есть уже идет колоссальная экономия на одежде потому что сейчас зимняя одежда самая дорогая зимняя одежда вот карте как-то так это еще одна причина почему хочется уехать экономия тепло номер тепло и не за непиток приношу зиму блин сложные у меня зимняя спячка никуда не вылази практически зимой да капитоз я тоже хочу хочу лето и и в деревню хочу сказать там я вот хожу гуляю скажу обхожу территорию бабушкину дай дай скази бабушкину территорию обхожу обхожу скажи гуляю там подъедает мои растения нельзя мася я тебе не разрешаю их есть тут еще с ним нифига ничего не заведешь нельзя и зачем ты их грызешь подойду смотрю какой-нибудь кустик да выдран нельзя и это моя трава чего-нибудь на это хочет есть например там я не даю он все равно же на диете у меня сидит потому что ну нельзя много есть кастрированному коту девчика щи мамка меня голода может вот и он почему не пойдет подойдет со злостью мне выдрит куст какой-нибудь на моих глазах такой подойдет и со злостью вот так вот со злостью а так вот чего-нибудь да выдерет нас нельзя я тебе не разрешаю это моя зелень и тебе не разрешаю сейчас вроде с утра его покормила он ну так вот знает что я за это буду ругать значит он получит у меня но а вдруг попробую и все прокатит мазь нельзя говорю уж уж такой-то непонятливый код скажи мамку я все понятливый просто в тонусе тебя держу так следующая процедура я вам сейчас покажу что я делаю то есть я выпила вот этот вот прогумин ну потому что вы спрашиваете меня недавно тоже на моем первом канале спрашивали как я совмещаю там разные витамины бады и все такое так как я сейчас курсом прохожу наш чай травяной сбор для женского здоровья вот он длится семь дней то есть на две упаковки на курс надо первые семь дней пропиваете три раза в день за полчаса до еды потом семь дней перерыв и потом опять семь дней за полчаса до еды три раза в день я на ночь вот завариваю у меня вообще много через faberlic есть этот термос это вообще школьная какая-то коллекция он тоже был с faberlic у нас периодически бывают распродажи когда например вот этот термос я взяла за каких-то там 200 рублей хотя до этого он там стоил около 1000 очень удобный а я вы с собой беру там он не очень сильно держит тепло как это сказать не очень долго держит тепло а вот и у него сейчас здесь еще есть бы для меня такой бонус приятный его можно прям пить вот так вот из пипеточки если допустим вы куда-то поехали в дорогу ну вообще для детей вот так вот по и паильничек тут есть у него силиконовый можно допустим там наводить какой-нибудь компотик так и так далее и вот поить прямо из паильничка тепленьким будет долго сохранять тепло но я вот завариваю здесь вот травку он как бы быстро остывает в принципе и достаточно для того чтобы заварить можно просто заваривать его и вот у меня как раз чая то есть я выпила про гумин там прошло может быть минут 20-30 полчаса пьют этот вот чай сейчас с утра приготовила себе возможно кто-то из вас не каждая виде меня смотрит а я вам давал уже способы экономии электроэнергии и еще чего-то кто-то даже ржет над этим вот типа того хочет уехать на бали как мне написали а экономит на воде как бы не пользуясь электрическим чайником а заваривая в термосе ну вот я экономлю на электроэнергии но зато покупаю шубы за 160 тысяч рублей вот так что кому что знаете у кого какие приоритеты и у кого какие там цели задачи желания мечты и так далее потому что если вы посчитаете можно реально за год сэкономить приличную сумму допустим вот как и делаю опять же я я не пью холодную воду даже комнатной температуры я чуть-чуть и и немножечко под подогреваю и так как я пью очень часто и находясь например дома мне приходится как я раньше вот не додумалась до этого потом не эту идею подкинула по моему папу что ли вот я допустим каждый раз подогревала чайник электрические чтобы чуть-чуть разбавить тепленькой водичкой чайник электрический быстро остывает и поэтому допустим я в день подогревала чайник там по 10 по 20 раз еще плюс помимо этого там на чай там на кофе и так далее вот и вот он не такую идею подкинула а электрический чайник чтобы вы знали он берет очень-очень много электроэнергии но одно дело когда вам нужно вскипятить там к вам пришли в гости вам быстренько нужно это он говорит на газовой плите сделать это гораздо дешевле получается либо вот на либо на на себя переду вот либо на еще я не собиралась никуда порядок все не приводила вот короче электрический чайник берет на себя очень много электроэнергии то есть 50 киловатт в час в месяц примерно вы будете тратить только на чайник я даже смотрю по расходам а когда здесь жила семья а вот из трех человек мы правда с маленьким ребенком и себя я очень мало трачу по сравнению с ними на электроэнергию и даже лёшка оставила здесь свои записи сколько он тратил вот очень мало трачу на электроэнергию на кстати переключить я на час ставила надо больше сделать разбег три часа вот вот и посчитайте по моему сейчас три рубля киловатт до стоит 50 на 350 рублей в месяц 150 на 10 месяцев это полторы тысячи до нужно полторы тысячи можно все купить комича красивую это кутрируешь нашу конечно долго будете собирать ну скажем так экономия состоит из мелочей я уже снимала видео 10 пунктов там что-то правил экономии я реально экономлю даже на пакетах я не покупают девчонки пакеты я стараюсь не покупать пластиковую тару например я прихожу малину мне могут упаковать пирожные либо в бумажный пакет которые бесплатные либо допустим а пакет который она стоит 3 рубля стоит 3 рубля я гороскопом стоит нига три рубля на тип не дорога а ты в один магазин к сходил пакет купила за три рубля в другой магазин на сходил пакет купила за 3 рубля в третий за день если семья это большая все 10 рублей уже в день 10 опять же умножаем на 30 это 300 рублей в месяц 300 рублей просто мы это не как это сказать никогда не просчитывали 300 рублей в месяц умножаем на 3 до 10 дней это ну как бы то считаю то что не уменьшит ваш комфорт вот я беру с собой какие-то сумки обычно пакеты многоразовые это 3000 в год девчонки вот 3000 это я беру самый маленький пакет добывает пакет за 6 рублей в магните и там в пятерочке и так далее вот получается 300 рублей ой 3000 в год 3000 в год с пакетов полторы тысячи рублей с может быть кому-то это кажется фу как это нудно скучно жить но это понимать это образ жизни уже настолько к этому привыкла я не вижу вообще ни в чем себя ущемленной вот почти четыре с половиной тысячи рублей в год только на пакетах и только на электроэнергии за счет того что вы просто будете воду в чайнике вы допустим оставлять я лучше на что-то другое потрачу на приятные для себя какие-то понимаете радости жизни чем на пакеты и на подогрев электрического чайника вот вот такие вот дела девчонки мне это нисколько не затрудняет и плюс еще пакеты это мы их выкидываем это огромное количество мусора вы представьте я живу одна я поражаю сколько я выкидываю мусора вообще в мусорку сколько выношу мусора вы представляете сколько живет людей на планете и все это пластик это все не перегнивается не перерабатывается землей это это просто даже помощь какая-то земле но если вот из этих даже точки зрения исходить то есть тут можно с разных сторон подойти те пакетики какие-то вот такие вот допустим я вообще использую как мусорные то есть если не остаются такие пакеты какие-то там что-то упакованное было пролилось он грязный внутри его не буду использовать когда по одну как повторно как пакет что-то упаковать я его использую в качестве мусорного пакета мусорные пакеты тоже не покупаю и вот это вот складывается вот это вот знаете на из мелочей складывается все вот эти вот наши траты все я выпиваю наш чай нет не совсем даже неприятный потом спрашиваете у меня тоже настой чем ты пользуешься а сейчас для лица я закончила наконец-то свои шприцы люблю начинать вообще что-то новое и сейчас я продолжила мне уже давно присылали по моему еще летом вот такую сыворотку для лица косметика полностью натуральная надо кстати маску сегодня сделать на органической основе даже не органическая там используется вот от них еще у меня остался экстракт морского ежа значит закрыть эту напечатать мне будет вот и я пользуюсь сейчас вот этими вот кремами с утра я встаю на нашу вот эту сыворотку она виде спрея состав у нее крутой потому что здесь пектин из морской травы зостры экстракт морского ежа масло бархат бархат амурского кетон малины консервант для зеленой косметики все больше ничего нету но запах соответствующий потому что нет вот этих вот парфюмерных одушек то есть он без ароматизаторов без каких-то консервантов таких серьезных потом я наношу счастье вам покажу вот такую маску конечно вот эта линейка больше девчонки подходит для тех у кого жирная кожа он прям так хорошо и подсушивает тут тоже на основе вода дезостерол лицегель экстракт морского ежа экстракт алоэ вера комплекс фруктовых кислот витаминный комплекс экстракт ламинари экстракт рала ромашки д-пантелнол циклометикон я единственное что не знаю консервант для зеленой косметики наношу эту маску на лицо она как гель быстро впитывается вообще не чувствуется как маска то есть сроки годности все маленькие по 8 месяцев по 6 месяцев потому что и эту косметику там а присылали мне и и короче с край с крайнего севера не с крайнего севера севера но далековато от нас для меня как раз крайний север это что-то такое далеко вот а потом сверху я наношу еще вот такой вот крем застерол вот не буду перечислять уже на этот раз что составе и я заметила что у меня повысилась упругость кожи и вот эта косметика их она в их регионе даже используется в косметических салонах и вот я заметила что у меня упругость кожи действительно реально прям вот по улучшилась то есть у меня как-то вот натянулась даже лицо турбор появился вот осталось мне совсем чуть-чуть я хотела отдать как-то его а потом у меня что-то закончилось моя косметика думаю дай-ка я его попробую чужими стоит стоит храню в холодильнике потому что сроки годности крайне маленькие и вот надо наверное сегодня мне сделать все-таки масочку дополнительно она вот коричневого цвета такого интересного давно не открывала нами засохли уже ногти бы не поломать вот еще испачкал что такая вот она коричневая такая жидкость вот видите но линейка потрясная тоже вот состав гляньте видите какое такой идеальный состав можно сказать вот до пользу этим и потом другое начну ссылку я оставлю где заказывала и там у них есть очень крутой продукт короче у меня если понесло меня снимать что-то я не могу остановить как это обычно бывает так завала свои обходим это у меня здесь должно быть еще одна порция вот этой вот штуки пектин из морской травы зостера крутая вещь он и энтеросорбент и гемосорбент то есть сорбент как из кишечника у нашего желудочно-кишечного тракта так и из крови вытягивает даже там на его применяют если есть и раковые заболевшие раком он хорошо выводит всю химию из организма тяжелые металлы вот короче очень крутой вот в качестве общего репляющего средства способствующему выведению солей тяжелых металлов в частности свинца и цинка радионуклеидов вспомогательного средства в комплексной терапии при заболеваниях органов пищеварения дополнительных источников пищевых волокон пектина очень крутая штука вот это вот как раз маленькая упаковочка на курс всем рекомендую заказать я периодически это кучи еще организм вот этим пиктином у меня такая аптечка нетрадиционной медицины баночки все мои там с индии фаберлик и так далее там сечи у меня и порошки есть гринли такие запасы у меня косметические тут тоже вот у меня всякая бытовая химия все новенькое стоит решила сегодня немножко стиркой заняться еще забросила такая иногда бывает мне знаете прохожу такая ой потом постираю а вы сейчас прохожу думаю а чё потом надо откладывать на завтра то что можно сделать сегодня вот стираю я значит у нас нет все фаберличное тоже короче моя вся жизнь так фаберлик прям вплелся туда просто своими какими-то этим щупальцами вот у меня все от фаберлик здесь и порошок который для универсальные для цветного белья порошок всякие кондиционеры гель для стирки и так далее вот гринли пока я начинала потому что у меня не закончится этот порошок так как стирки мало вот я никак не могу закончить надолго мне его хватает тем более я сыплю не как положено там потому что положено сыпать 40 грамм и вообще 20 грамм сыплю мне вообще за глаза достаточно я считаю что больше не надо и и и расход опять же экономичные нет такого потребности сыпать больше чтобы не было ни при расходу порошка отстирывает отличный так вот значит смотрите я всегда себе наливаю блин как вам так поставить мне тут уже сухой какой-то давности лимон валяется надо его выкинуть нормально себе лимон люблю продукты выкидывать иногда случается бедовая беда вот так что хотела я сказать про воду стараюсь наливать каждый день себе графин воды и кладу туда вот такой вот коралловый кальций от фаберлик он и там очищает воду кальцинирует ее там экстракт северебра обеззараживает я брала его испытала в тяжелых условиях индии где там очень сильно холорированная вода там проблемы с водой и она очень холорированная пакетики не вытаскиваю потом вытаскиваю я отправляю родителям они как удобрение используют в комнатные растения насыпят их вот и пробовала крышку то дело пробовала на в индийских условиях где там с водой вообще беда хлор когольная пьешь хлорку вот и реально очищал даже вкус хлорки очень крутой препарат вообще от души всем рекомендую дают коралловый кальций но иногда его пропиваю я сама не для обеззраживания так 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 то фильтры стоят ой закончилась надо брать так то фильтры стоят но кладу так как для разнообразия для разнообразия можно сказать что метод всего понаставлено девочки всего просто надо убраться здесь брать все лишнее чего тут только у меня нету так это пустые баночки надо отнести девчонки я уже позавтракала вот и так как я вчера была при большом скоплении людей считаю там двух организациях куча народу не так принципе общалась с людьми и еще приходилось там выскакивать из машины и не совсем там легко одевшись не то чтобы не совсем легко то есть им там могла с расстегнутой грудью выходить вот из помещения где жарко в холод сразу мороз то есть такие резкие перепады температуры и короче сегодня что-то встала с утра и чувствую у меня не сопли ну короче без подробностей ну короче чувствую какой-то не то чтобы недомогание а вот что-то такой какой-то флёр такой есть такой знаете вот когда ты вроде бы не заболеваешь нету явных признаков заболевания но есть какая-то небольшая как слабой что ли но это еще связано с тем я это связываю с тем что я вчера спать поздно легла и как как бы у меня состояние как будто я пробухала всю ночь я заметила что если я ложусь по и не помню я рассказывал вам или нет ли я с аленкой сегодня с утра разговаривала на эту тему заметила что если ложишься после 12 в час то с утра и как будто бы невменяемые ну короче у меня на этот ближе к делу у меня на этот случай есть вот такая вот бузина это сироп бузины там 12 миллиграмм 12000 даже миллиграмм чего-то там но это неважно короче это мощно вообще если вдруг вы чувствуете что вы заболеваете или бы уже начали болеть это мощный препарат который просто иммунитет встрясывает и причем он натуральный из бузины бузиная палочка как у гарри поттера вот поэтому я с утра сегодня витамина выпила d3 надо наверное девчонки 10 тысяч единиц выпить да она так и сделаю я пятерку выпил надо 10 тысяч выпить вот короче я чувствую что вот флер какой-то такое заболевание есть небольшое что вот что-то где-то вдалеке но есть такая фигня я стараюсь сразу быстро принимать меры больше жидкости пить всякой разные морсы какие-нибудь и вот это вот бузину в повышенном объеме витамин d3 и все на следующий день как огурчик что еще мне есть но я пока все нормально чувствую что еще у меня было а витамин c по после еды я сейчас еще и пройдет время я наверное начну принимать витам потому что здоровый желудочно-кишечный тракт если вдруг вы какой-то подхватываете вирус либо к вам попадает в желудок что-либо инородное если у вас хорошая микрофлора в желудке вы сто процентов не заболеете то есть от кишечника имеет очень много чего зависит поэтому я сегодня после еды сейчас пройдет полчасика я выпью витам разведу его нужно курсово 10 дней подряд по по-моему 1 чайной ложке два раза в день после еды и еще сегодня выпью витамин c его надо каждый день пить но я про него все время забываю короче как так такой мощный в кровь пустим заряд энергии бодрости вам на заметку ссылки я оставлю кстати на и херби заказывала и у вас еще скидка будет 5 процентов и даже по моему это скидка работает если у вас у самих уже есть скидка этого не ваш первый не ваш первый заказ я обычно тоже где-то нахожу скидки всякие разные когда делаю первый заказ и я применяю чужие скидки и они рабочие ну и по традиции девчоночки сейчас я пью кофе очко что я вообще при себя прийти не могу после после того что я легла в час и встала в восемь не могу и вот если сделала кофе очек чтобы как-нибудь взбодриться из пироженкой из малины вкусненькой надеюсь секлер там с каким-то сливочным кремом сюда не подходит я вчера попробовала белые же я вам показывала пирожные так не смогла его с кофе съесть то что на приторная вот прям реально сахарная приторная потому что там зефир какой-то в составе и я не смогла то есть его нужно пить прям вот с каким-нибудь чаем травяным вообще не сладким это он хорошо заходит под чая под кофе очка такие более нейтральные но будет менее сладкий продукт и выпечка вот так чтобы пить свою вот ты по моему я на этот раз девчонки на улице минус 11 градусов но посмотрите все дает вот что значит весна весеннее солнце на так припекает уже высоко над головами уже такое яркое такое сочное что несмотря на то что минус одиннадцать можете себе представить все равно все правильно чудеса сейчас еду на ногти ехала я сейчас значит по энгельсу и думала еще там три года или четыре года назад у меня даже есть это видео мы как-то приезжали сюда отмечали 9 мая и я такая вообще смотрела на этот городочек и думала блин какой он классный как тут круто здесь жить и такой он какой-то теплый уютный какой-то родной напоминает мне чем-то то место где я раньше жила у родителей думаю блин так классно здесь наверное жить вот бы здесь жить и в итоге бах и все случилось и даже нежданно-негаданно вот как сбываются наши вообще желания я если честно в шоке то есть когда осознаешь вот это вот что-то и там четыре года назад где-то себе там намечтала даже в принципе тебя в планах у меня в планах не было здесь жить а так получилось что именно та квартира которая здесь мне больше всего понравилась и почему-то каким-то вообще не вероятным чудом то я щас опять же отматываю время назад да я здесь не должна была жить как бы если бы отмотать же время назад то скорее всего я рассматривал бы покупку квартиры где-нибудь в саратове но вот так вот понимаете когда-то там загадала да и спустя четыре года это твоя мечта якобы исполнилась это что значит бойтесь своих желаний они могут исполняться все я приехал надо быстренько кого не бежать потому что я наверное чуть-чуть уже припаздываю девчоночки по законам жанра значит ногти потом вам покажу сейчас еще показать и так поймете значит смотрите взяла я вешалки не могу как не могу найти черных вешалок фикс прайсе но зато там были а вот такие вот бежевые они мне как раз подойдут повода родительские под родительскую комнату но где у родителей потому что меня там в бежевом цвете моя мой шкаф кому ты так далее стоит 77 рублей и кстати фикс прайс не такой уж сейчас и дешевые как раньше он был сами как конечно там вот я взяла три вещи отдала 300 тысяч рублей антискользящие они мне конечно нужно для дома для квартиры но мне нужны черные либо белые либо черные либо белые даже отсюда забирать не буду здесь оставлю чтобы не возить это спорта сюда с собой к родителям поеду отдам либо стащить домой не знаю вот потому такие вот дезинфицирующие салфетки там в принципе не особо большой выбор был я не особо люблю если честно дезинфицирующие вещи салфетки в том числе потому что ну короче нам полезны бактерии потому что не вырабатывают нам иммунитет и если вы будете с детства ребенка прям полностью ограждать от всякой инфекции то просто вырастет болезненный ребенок это уже даже проверено мы очень таких случаев видела слышала в лично в личном общении где-то от кого-то вот а 30 процентов спирта спиртовые запрониловый по моему спирт их 120 штук это не нужно для машины мы здесь даже нет такого чтобы вытереть даже просто поверхности вытирать понимаете антимикробным действием обладают короче смотрите сейчас я вам скажу состав из-за пропиловый спирт и какой-то антисептик вот хлорид там какой-то 120 штук оставлю здесь не скорее всего заморозится у меня здесь на меня салфеток нету руки протереть даже и так чем-то разолью здесь убрать с собой так и что я еще взяла упаковочную бумагу я никогда не дарила никому наташа будет день рождения я не люблю те вещи с упаковками связанной но в этот раз я решила прям так заморочить специально купила упаковку выбрала из того что было фикс прайсе более-менее такое подходящее чтобы не сильно совковской но хотя там таких не было там была синяя очень хорошая темно-синяя в горошек но темно-синяя как-то больше наверно для упаковки мужских подарков поэтому взяла и какие-то цветочки абстракция вот на упаковку подарка наташи ну собственно говоря и все три таких вещи а салфетки 100 рублей бумага упаковочная 50 за что я энгельс люблю вот за простор ой ясно наладим тут движение за простор девчонки посмотрите какое расстояние между домов просто попала в какой-то новый райончик от одного дома до другого дома целая почти железная дорога победа не поймем правда с какой страны я еду я здесь в этом райончике первый раз люди домой вон едут какая красота вообще ноготочки мои обычные белые захотела надо было вот в этом случае надо было сделать чуть поострее вот как вот этот вот этот вот остренький они не поймут на как к той сначала делает вроде бы острыми кажется она когда накладывается там базы и лак уже по-другому смотрится а вот здесь вот на этом на к теме у меня сюрпризик такой я хотела вообще love или любовь по-русски в каком-нибудь таком эльфийском стиле чтобы был написан выбрать надпись но в итоге ничего не было вот кроме этого ну более такое подходящее то что я хотела то что ожидал надо видеть наклейки самой накупить и приходить со своими готовыми наклейками а это сделано вот так вот то есть на этом ногте я тебя люблю здесь черное сердечко не знаю захотелось мне прям че сначала хотел просто белые кипельные ногти потом решил и сделаю с черным сердечком что не черного и белого